итак дорогие друзья здравствуйте сегодня мы с вами будем делать восьмерки на 8 марта все логично чтобы делать заказ и делать его быстро соответственно вам нужно уже подготовить и айсинг и пряники и старайтесь скопировать заказы если они похожи по цвету у нас сегодня будет несложный заказ моя любимая роза на восьмерках у меня пряников много и мы будем по одному их сейчас обводить и потом декорировать я сделала айсинг контурный это такая базовая глазурь базовая консистенция которая позволяет держать бортик и соответственно заливка которая будет внутри она у нас никуда не денется половину пряничка я уделяю вот таким образом нам не принципиально на какой стороне будет роза я вот решила делать с этой стороны сейчас я повторю ту же самую процедуру со всеми оставшимися пряниками итак у нас обведено 10 восьмерок и что мы делаем дальше убираю в сторону чтобы было пространство для работы и сейчас вам покажу как быстро залить эти восьмерки у нас есть айсинг разных цветов я уже их подготовила это уже более мягкая глазурь заливочная для того чтобы сделать хорошую гладкую заливку они у меня разных цветов белые основной цвет розовый темно-светлый идет на сам бутон ну и соответственно зеленый который сделает нам листики обязательно используем шпажку и я все цвета которые у меня есть надрезаю белый цвет можно сделать сразу пошире отверстия чтобы заливать быстрее складываю все по краям и приступаем к заливке у меня край который вот более узкий будет залит контрастным цветом поэтому сейчас я его не трогаю я заливаю непосредственно большую часть и буду делать на ней розу важно когда мы заливаем мы заливаем не в полную силу то есть чтобы было ощущение что хочется долить еще немножко то есть здесь вот видно что айсинг залит далеко не на сто процентов аккуратно разравниваю то есть мы не должны допускать наличие отверстий просветов пряника между контуром и внутренней части у нас есть два цвета розовый это наша база это наш скажем основной цвет я делаю вот такую елочку она у меня сконцентрирована в круге то есть так посмотреть то эта форма круга и внутри ставлю такой столбик из более интенсивного цвета с помощью либо зубочистки либо палочки бамбуковой либо можно взять шило вы делаете вашу розу она также сначала расширяется потом сужается при необходимости можно вывернуть листики пока айсинг влажный и берем наш зеленый ставьте очень такие толстые интенсивные точки чтобы у вас листики которые вы будете делать были не маленькие это будет красивее смотреть и ведем этот листочек от цветка от цветка потом к цветку тут тоже самое от цветка от цветка от цветка и потом к цветку вот такая вот красота ну и теперь можно сделать на скорость сколько у нас получится буквально там за отведенные мне две-три минуты вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжим нашу 8-мартовскую тематику, но украсим сердца. У нас есть 4 цвета, розовый, темно-бордовый, белый, зеленый, густой белый, которым я буду делать контур. Продолжение следует... Делю пряник пополам. На самом деле можно разделить, как вам хочется, не обязательно посерединке. Сейчас я покажу. Мы восьмерку делили такой дугой. В принципе, можно сделать и на сердце тоже разделение асимметричное. То есть не пополам, а где-то сбоку. А здесь мы можем сделать... Ну, если мы в эту сторону загнули, давайте сделаем с этой стороны. Если вам не понравится линия, которую вы сделали, вы, в принципе, можете, даже не убирая эту линию, сделать соседнюю рядом, потому что внутри все равно будет заливка. И это не так сильно скажется на рисунке. То есть, точнее, вообще не скажется. Что мы делаем? Я беру белый цвет, он у меня жидкий для заливки. И заполняю ту часть, которая у меня больше по размеру. В ней мы нарисуем розу. Заполняю опять не полностью. Делаю елочку. Ставлю темный столбик. Закручиваю розу. Закручиваю этот бутон. В розе, в приготовлении этого цветка, наверное, бутон, вот эти вот завихрения посередине. Это самое важное. Почему? Потому что, если вы не сделаете бутон, вообще не будет похоже ни на какой цветок. Как только у вас получается бутон, даже если вы что-то сделали в цветке не так, допустим, что-то там, листики не такие, Бутон, все равно дает возможность клиенту увидеть в том, что вы нарисовали именно цветок. Листики от цветка и потом ведете к цветку. Вот такая вот роза. Ну и сейчас сделаем. Вот так быстро и непринужденно мы сделали наши сердца. Но есть пустая часть, которую нужно заполнить. И очень красиво будет смотреться, если мы заполним одним из этих цветов. Потому что они будут перекликаться с общей гаммой цветка и будет выглядеть в тандеме красиво. У нас три сердца и также три цвета, которые мы можем использовать. Ну, как бы белый я не беру в расчет. Поэтому все пустоты в каждом из сердец мы заполним своим цветом. Оставлять такое большое пространство цветное, никак не завуалированное. Ну, вот таким ярким цветом кажется, как будто что-то не доделано. Ну, на самом деле так и есть, поэтому мы берем белый цвет, очень-очень аккуратно ставим горошек. Так называемая техника, полька. Ставьте горошек не очень часто на одинаковом друг от друга состоянии. Старайтесь сделать так, чтобы все эти горошины между собой были одного размера. Можно заметить то, что форма у нас неровная, а я веду абсолютно ровную линию, то есть я не смотрю на выделенную область. Я делаю горошек просто ровно, да, вне зависимости от того, в какой области он лежит и где выделено что-то. Что нам нужно? У нас есть граница, которая никак не прикрыта. Нет красивого перехода из одной текстуры в другой, точнее, от одного рисунка в другом. И нам нужно хорошо просушить эти пряники, чтобы можно было в дальнейшем их до конца задекорировать, чтобы они уже имели законченный вид.